Добрый день! Снова с вами я, Анатолий. Сегодня в нашем техцентре будет производиться замена актуатора турбины. Это вот такая штучка. Тебя покажем, где она стоит, как она работает и зачем она вообще. Менять мы ее будем на вновь Гранд Старкси на турбодизеле 2,5 литра. Пропала мощность двигателя, то есть не развивает обороты. Визуально было видно, что геометрия не опускалась в нижнюю часть. Сейчас мы сделаем такой маленький тестик, запустим двигатель. Вот у нас есть такой приборчик, вакууметр, который нам покажет наличие вакуума в вакуумном насосе и проходимость вакуума через клапан управления турбиной. Вот там стоит актуатор турбины. Вот к нему подходит шланг. Если мы одеваем шланг, то видим, что геометрия еле-еле двигается. Не доходит до конца. То есть, если я вот так опущу ее пальцем, то она должна быть вот так, внизу. Она туда не доходит. Причиной является недоходение. Это низкий вакуум в вакуумном насосе, неисправный с клапан управления и актуатор. Красная и желтая зоны – это плохо. Зеленая и синяя – хорошо. Наша стрелочка в синей зоне. То есть, говорит о том, что насос вакуумный работает. Следующий этап – проверяем прохождение вакуума через клапан управления турбиной. Она будет на порядок ниже, чем с самого насоса. То есть, если вы меряете, то одинаковым она никогда не будет. То есть, с клапан управления будет ниже. Подсоединяем. В целом, она в зеленой зоне. По-хорошему, должна зайти чуть-чуть в синюю с клапан управления. Потом мы, когда установим актуатор, регулируем и вам покажем, как она уже ходит. Для замены нам будет необходимо вытащить корпус воздушного фильтра и патрубок. Так, это у нас воздухоприемник. Сейчас разберем корпус воздушного фильтра. Когда снимаете данную часть, проверяйте, чтобы датчик массы расхода воздуха был чистый. То есть, тут все хорошо. Сам корпус крепится на трех болтах. Довольно так глубоко они там сидят. Корпус подкрутили. Вытаскин. Снимаем сейчас патрубочку. Кстати, хомут был и верхний, и нижний. Довольно слабенький. Вот этот хомут мы сейчас перевернем. Это по-заводскому он стоит. Лучше его, удобнее затягивать сверху, когда мы работаем. Ну, по крайней мере, я так делаю всегда. Переворачиваю, мне так удобнее. Потом детали все эти мы продуем, прежде чем ставить. Так, ну вот. Сейчас мы уберем бачок ГУР. Сзади надо отжать там два усика, и он отсюда снимется. Вот таким образом. Так мы убираем сторонку его, чтобы он не мешался. Сейчас сорвем контрагайку регулировочного винта внизу. Он нам будет мешать выкрутить нижний болт. То есть его надо полностью снять. И расконтрагает тягу самого актуатора. Вот. Все, сейчас мы это сделали. Сейчас удаляем регулировочный винт оттуда. Вот так выглядит регулировочный винт. С одной стороны у него есть вот под шестигранничек. Теперь четыре болта. Два нижних и два средних. Вот ключ на 11. Болты старайтесь не терять. Болты, они, во-первых, то есть у них грани под ключ на 11. Это, во-первых. Во-вторых, резьба у нас там не на 6, а на 7. То есть, потеряв болт, вы вряд ли его найдете. Кстати, вот эти болты сейчас, которые я с легкостью отворачиваю, это не всегда так происходит. И да, в большей части бывает, что надо и зубилом постучать. Дело в том, что здесь где-то 20-30 тысяч назад производился ремонт турбины, замена картриджа. Вот. Но на тот момент актуатор работал. А вот теперь он вышел из строя. То есть... Откручение болтов затрудняет тот факт, что пружина актуатора тянет вверх. Поэтому надо и крутить болт, и вроде как оттягивать актуатор наверх, чтобы он немножко расслабился. Ну, можно, в принципе, взять и ослабить тягу вот. Сейчас, что мы и сделаем. Сейчас покажу вам потом колесико этот. Это натягивается. Тружина самой тяги, она должна быть под нагрузкой для быстрого и эффективного сброса. В момент, когда мапсенсор даст сигнал на сброс. Мапсенсор, может быть, не каждый понял. Просто это датчик, который считывает давление и температуру воздуха. Называют его по-разному. То есть там кто как. Датчик давления буста. Мапсенсор. Как-то еще там есть. Болты-то, они сейчас сложно вытаскиваются. Все под своим углом. Ну вот, я четвертый винт я выкрутил. Теперь дурачим тягу. Катридж здесь в турбине стоит неоригинальный. Так как их не бывает оригинальных, как правило. Попробовать вот на втягивание, то есть, прям взять. Вот чувствуется, что идет локус. Напрямую от вакуума носока подсоединяем и обращаем внимание на тягу. Видим, что она вышла миллиметров на 7 на 8. А по идее, должна быть вот так, на всю. Давай. Сейчас берем новый. Вот он, новый актуатор. Вот, видите? То есть, прежде чем устанавливать актуатор, мы его проверили. И теперь будем ставить. Так же для болтов будем использовать температурную смазку. Для регулировочной тяги, винта. Все побрызгали, помазали. Так, следующий наш шаг. Мы сперва прикручиваем тягу, но не натягиваем. Так сказать, наживим ее. Вот ее подмеряем примерно на свободный ход. Ну вот так, будет отлично. Вставить надо нижний боковой болт. Первым. Это вот этот. И наживите. Потому что, если вы наживите остальные болты, этот потом не залезет. Последний, четвертый болт. То есть, прежде чем что-то затягивать, сперва наживляем все болты. Чтобы потом, во-первых, они закрутятся все от руки. Это раз. Во-вторых, не придется потом что-то обратно откручивать, чтобы поставить тот или иной болт. Вот они все от руки идут. Опять же говорю, что не так давно она разбиралась. Во-вторых, мы ее помазали. Поэтому болты идут от руки. Что сократит наше время замены до минимального. Так, ну все. Берем ключик и фиксируем все болты. Болты зафиксировали. Теперь будем натягивать тягу. А для регулировки натяжки вот этой пружины есть специальный ключ. Опять же, по всем своим, то есть, по опыту и привычке я не буду его использовать. Так как занимаюсь этим каждый день. И знаю. Допустим, можно самое простое. Допустим, нам нужно дойти до той метки, где закончится свободный ход. Вот, допустим, тягу вкручиваем, 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 вкручиваем. Вот, все, чувствуем, пошло усилие. То есть, берем вот так. Вот, сейчас у нас нет, еще натянуто. Вот, освободилась тяга. Все свободно ходит. Потом берем и смотрим. От края тяги и до гаечки оставляем 5-6 миллиметров. Вот, как сейчас, допустим, есть. Можно поменьше чуть-чуть. И закручиваем до тяги. Это будет близко к идеальному. Опять же, то есть, ключ в большей части используют фирмы, где ремонтируют турбины. Вот. Вот я затянул. То есть, она под натяжкой, под нагрузкой. Для чего нам нужна эта мощная пружина? В момент сброса, то есть, у нас сброс давления должен произойти быстро и четко. Для этого она, как бы, используется так. Сейчас зафиксирую ее. Ну, вот, зажав штулочку плоскогубцами или гебельцами, можно контрагаем гайку верхнюю. Ну, че. Регулировочный винт. Под шестигранник в нижнюю часть. Выставим мы его на максимально низкое давление. На данный момент, загонтрагаем. А после того, как соберем все, уже будем проверять. Если будет необходимость подрегулировать, мы подрегулируем. Так же, ключиком на 10 контрагаем его. Для тех, кто делает сам. Сейчас, когда мы винт выкручиваем, давление снижаем. Закручиваем винт регулировочный, повышаем. Для тех, кто, допустим, заменил актуатор, приобрел сам. И хочет доехать своим ходом до сервиса. И там уже выставить точно, все проверить. Выставляйте вот так. То есть, максимально вверх. Выкрутили винт. Законтрагаем и поехали. То есть, ничего не произойдет с турбиной. Как бы, если даже и будет, то будет недостаток давления. Но это ничего страшного. Так, здесь мы закончили. Возвращаем бачок на место. Гидроусилители. Теперь клапан управления. У клапана управления имеется воздушный фильтр свой, который нередкость на Гранд Старексе забивается. Здесь уже его продули. То есть, вот она, эта губка. Она забивается, забивается шланг, и он перестает работать. Потом идет передув, лопается интеркулер по трубке, ну и так далее, и так далее. То есть, хотелось бы, чтобы периодически вы проверяли его. Там, скажи. Блядь, меня тачит в магазин, иди в там. Молодец. Да, вчера молодец. Красавец. И что у нас как-то? Так, все, сейчас будем устанавливать корпус. Так, вот он корпус. В нем довольно много скапливается грязи. То есть, при замене фильтра старайтесь выдуть это все. Что мы сейчас и сделали. Фильтр у нас, по всей видимости, новый, не так давно менялся. Так, ну вот хомут я, который переставлял, он теперь находится в верхней части. То есть, это будет гораздо удобнее для вас. То есть, подлезть сюда снизу, ослабить очень сложно. Сейчас затягиваем оба хомута. Так, разъем на клапан управления. Ну вот, все, мы собрали. Сейчас включим вытяжку, поставим. Возьмем диагностику и будем регулировать. В целом, сейчас тоже покажем, как она опускается. То есть, уже ходит с новым актуатором. Так, все, заводим, видите? Вот наша тяга, то есть, теперь полностью сходится. Он и быстро сбрасывает. И до самого конца опускается. В целом, мы вам показали все. Самые такие простые основы, если вы захотите сделать сами. Все остальное дополнительное вы не сможете. То есть, все равно нужно будет проверять диагностикой, как датчик массового расхода воздуха, клапан управления, как работает, сбрасывает, не сбрасывает, и при каком давлении. То есть, вот эти вот небольшие вещи вы можете сделать, а остальное приедете, там нужно подстроим сделать. Ну все, всем счастливо, пока!